Подскажите, пожалуйста, какая вероятность, как вы оцениваете, что у Путина получится взять Донбасс? Как я понимаю, после захвата Донбасса он объявит, что война закончена, а-ля цели выполнены. Так как он понимает, что дальше он не сможет продвигаться. Но я так понимаю, россиянам нужно какие-то результаты скормить. Смотрите, а я скажу, что вероятность взять Донбасс у него очень маленькая. Очень. Почему? Потому что сегодня Россия не может нам представить масштабного наступления. Видите, они постепенно растягивают его во времени и с наращиванием усилий. Поэтому есть все шансы удержать Донбасс. И, соответственно, ну даже гипотетически, давайте допустим, что Путин собрал там какой-то бронированный кулак, стянул все танки на одно направление и прорвал нашу оборону, захватил Донецкую область. И сказал, что да, на этом война закончена. Так кому он сказал? Избирателям своим? Так мы не заканчивали войну. Как только российские войска остановятся, как только они ослабят натиск, мы тут же перейдем в контрнаступление. И продолжим уже нашу освободительную войну. Поэтому тут уже мнение Путина не играет. Война это обоюдный процесс. И он касается двух сторон. Нельзя просто встать и сказать, что мы достигли цели, я закончил войну. Нет. Нифига. Вторая сторона говорит, а вот мы теперь достигаем своих целей. И мы не собираемся сегодня заканчивать эту войну. Поэтому я бы даже, вот видите, гипотетически в самом страшном сне, если представить, что они захватили Донбасс. В чем я очень и очень сильно сомневаюсь. Я думаю, у нас есть все шансы удержать. Да, мы можем поступиться к какой-то частью территории, но полностью дать возможность Путину захватить Донбасс. Я думаю, это уже сегодня, эта задача нерешаемая для вооруженных сил Российской Федерации в той ситуации, в которой они оказываются. Влияет ли увеличение плотности вражеских войск на более эффективное их уничтожение в местах сосредоточения? Конечно. Конечно влияет. Посмотрите, как растет количество потерь, ежесуточное количество потерь у российских оккупантов. Чем больше они стягивают резервов на одном направлении или на одном участке, тем больше мы громим эти резервы. Тем больше потери. Мы буквально с вами три дня назад говорили, что вооруженные силы или силы обороны Украины поставили рекорд в плане того, что суточное уничтожение войск противника перевалило за тысячу человек. Было тысячу тридцать человек. В минувшие сутки 1140. То есть тенденция идет к увеличению. Чем больше они будут нагонять этих мобиков-чмобиков в перемешку с регулярными войсками, тем больше они будут нести потери. Так что это прямая закономерность в данной ситуации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова